Свой рабочий визит заместитель премьер-министра начал с Бобруйска-Громаша. Анатолий Сивак ознакомился с производством и линейкой выпускаемой техники. Также вице-премьеру продемонстрировали новые модели и изделия, которые пользуются наибольшим спросом. Показали и в действии. Измельчитель древесины переработал бревно в технологическую щепу воочию. После заместитель премьер-министра оставил запись в книге почётных гостей и пожелал предприятию быть первыми и всегда выпускать востребованную продукцию. На Гранаше обсуждали вопрос обновления оборудования, новая продукция, которая планируется к выпуску. Я впервые был на этом предприятии. Предприятие достаточно большую линейку сельхозтехники выпускает. Но сегодня смотрят и на коммунальное хозяйство, внесли там предложение, на дорожное хозяйство. Те позиции, которые мы до настоящего времени не покупали. Далее делегация отправилась в фирменный магазин «Фандока». Здесь представили широкий ассортимент продукции бобруйского предприятия, а также провели небольшую экскурсию по стендам с изделиями концерна «Беллесбумпром». Обсуждение коснулось взаимодействия белорусских производителей со строительными организациями. Главный критерий – комплексный подход. Мы говорили о ламинате, да? И строительной организации легче купить всё в комплексе. И ламинат, и подложку, и плинтус. Нам говорят, а мы только продаём ламинат. Строитель идёт за тем, кто предлагает комплексное решение. Вот этого комплексного решения здесь как бы не предлагалось до настоящего времени. Но мы наметили пути, как эту проблему преодолеть. Следующая локация – Бобруйский горисполком. На заседании обсудили актуальные вопросы, инвестиции, успехи в различных сферах деятельности, грядущие планы. Вице-премьер внимательно выслушал спикеров и акцентировал, на что сделать упор. Например, на логистику. Большинством бобруйских предприятий в 2023 году приняты необходимые меры, позволившие обеспечить стабильную работу реального сектора, в том числе с опережением по ряду направлений среднеобластных параметров. Выше среднеобластных сложились показатели по индексу промышленного производства, рентабельности продаж, сокращению дельного веса убыточных организаций, розничному товарообороту и по ряду других. Бобруйск неспроста входит в программу ускоренного развития. Глядя на то, как город ежедневно становится лучше, повышается качество жизни населения и развивается инфраструктура, можно сказать, с уверенностью – все усилия не напрасны.